Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно по средам в нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса «Собрание депутатов Нинецкого автономного округа» в этом выпуске. В собрании депутатов НАУ прошла рабочая встреча парламентариев с губернатором Александром Цибульским. Разговор длился более двух с половиной часов. Стороны обсудили ключевые направления развития региона и существующие проблемы. В окружном собрании депутатов состоялась 18-я сессия. Парламентарии в первом чтении утвердили проект окружного бюджета на ближайшие три года, приняли стратегию развития региона до 2030 года и подготовили обращение в правительство Российской Федерации. Римма Галушина выступила в поддержку законопроекта, направленного на изменение порядка накопления ТКО. Этот вопрос рассмотрели на Комитете Совета Федерации Российской Федерации. В Наринмаре прошел праздник национальных и территориальных землячеств. Его приурочили Году здоровья в Ненецком округе. Перспективы развития региона обсудили накануне губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и депутата окружного парламента. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. В общей сложности в ходе встречи, которая продлилась более двух с половиной часов, Александр Цибульский ответил почти на 40 вопросов, поступивших от парламентариев. Часть вопросов была посвящена мерам соцподдержки отдельных категорий граждан. В частности, речь шла о введении социальной карты, необходимости проведения ревизии оказываемых мер социальной поддержки. Александр Цибульский пояснил, что департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения и департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до конца года должны завершить работы по запуску карты, на которую все положенные по закону выплаты будут зачисляться автоматически, которые можно будет использовать как платежную. Также карта позволит избежать в ряде случаев сбора подтверждающих документов для той или иной меры соцподдержки. Еще один вопрос касался выделения средств из бюджета на выполнение наказов избирателей. Александр Цибульский поддержал идею, добавив, что эти наказы должны быть объективны. Нужно четко отработать и законодательно закрепить критерии отбора народных инициатив, подчеркнул губернатор. На встрече также говорили о перераспределении полномочий между округом и органами местного самоуправления. По мнению главы региона, проблема муниципалитета в том, что в 90% случаев у них нет возможности наращивать доходы. К силу малочисленности поселений не хватает специалистов. При этом, по словам губернатора, можно рассмотреть передачу отдельных полномочий, например, в сфере культуры и спорта. В свою очередь спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что в прошлом созыве была проведена масштабная работа совместно с главами муниципалитетов по анализу окружного закона о перераспределении полномочий. По итогам были внесены соответствующие изменения. В ходе встречи прозвучало предложение о передаче муниципального предприятия по КТС в окружную собственность. Как отметили депутаты, жители города жалуются на качество воды. Нередко происходят аварии на теплотрассах. Губернатор согласился обсудить этот вопрос и предложил создать рабочую группу. На вопрос о планах по развитию поселка Искатели губернатор округа пояснил, что в следующем году начнется строительство школы. До конца года должны быть введены очистные сооружения. Проект канализации пока в перспективе. Прорабатывается вопрос по чистой питьевой воде. Также губернатор рассказал депутатам о работе по привлечению федеральных средств. Если в 2015 году было привлечено 800 миллионов, то в 2018 уже 1,6 миллиарда рублей. В этом году сумма составила 3,2 миллиарда рублей. На встрече стороны обсудили строительство дороги на Усинск, работы на которой идут с опережением графика, снижение стоимости интернета и качество связи на селе, строительство дома-интерната для престарелых, качество дорог, продление программы однопроцентного ипотечного кредитования, проблемы рыболовства и другие темы. В заключение встречи спикер регионального собрания Александр Лутовинов выразил уверенность, что такие встречи депутатов с губернатором будут продолжены на регулярной основе и поблагодарил главу региона за предметный разговор. В четверг, 7 ноября, в Наринмаре состоялась очередная 18-я сессия собрания депутатов Нинницкого округа. В повестке дня 12 вопросов. В первом чтении парламентарии утвердили проект окружного бюджета на ближайшие три года. Соответствующий законопроект представила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Концепция бюджета на следующий год достаточно консервативна, так как Департамент финансов и экономики исходит из реальной оценки доходной части бюджета. Бесспорно, определенные приоритеты будут сохранены. Это реализация региональных проектов, сохранение социальных выплат, продолжение строительства начатых объектов, улучшение качества жизни населения. Прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год составляет 16,8 миллиардов рублей, расходы 19 миллиардов рублей, дефицит 2,3 миллиарда. В структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес в следующем году составит расходы по следующим разделам. Образование – 27%, национальная экономика – 22%, социальная политика – 18%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9% и здравоохранение – 8%. Расходы на социальную поддержку граждан в 2020 году составят 1,9 миллиардов рублей. В законопроекте предусмотрена индексация отдельных мер социальной поддержки, а также бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в размере 2,3 миллиарда рублей. Проект бюджета прошел согласование в счетной палате. Счетная палата провела экспертизу проекта закона об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По мнению счетной палаты прогноз доходов реалистичен, поскольку он основан на уточненном прогнозе социально-экономического развития Нинско-автономного округа. Доходы и расходы бюджета по сравнению с 2019 годом снижаются. Тем не менее, на основании анализа исполнения окружного бюджета в 2017-2018 году можно сделать вывод о том, что фактическое исполнение бюджета по сравнению с прогнозируемыми показателями отличается. Полагаем, что если фактически сложившаяся цена на нефть будет выше, чем она запланирована в бюджете, то возможно поступление сверхпланового дохода в окружной бюджет. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова прокомментировала работу над проектом этого закона. В соответствии с окружным законом о бюджетном процессе администрация округа представила в собрании депутатов окружной закон, который сегодня был рассмотрен на сессии в первом чтении. Дальше у нас пойдет работа по расходной части бюджета. Самая сложная, там будет несколько у нас комиссий по всем ГРБС, подробно будет рассмотрена. На этой же сессии депутаты окружного собрания приняли стратегию развития региона до 2030 года. Она включает ключевые тематические блоки по основным направлениям экономического развития региона, развития человеческого капитала и социальной сферы, инфраструктурного развития, природопользования и экологической безопасности, государственного и муниципального управления, пространственного развития региона до 2030 года. Подготовка проекта «Стратегия» осуществлялась с учета методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и планы мероприятий по ее реализации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации. В ходе работы над документом парламентарии высказали ряд предложений и замечаний. В частности, было рекомендовано дополнить документ разделам, предусматривающим поддержку традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ненецком автономном округе, в качестве одного из основных направлений. Было много проведено встреч, в том числе и с депутатским корпусом. Были у нас вопросы определенные, которые возникли при ее рассмотрении первого раза на комиссии собрания депутатов. Они касались в первую очередь того, что в стратегии не были учтены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием коренных малочисленных народов, проживающих в Ненецком автономном округе. Мы сделали предложение, чтобы разработчики поправили этот момент, и этот раздел стратегии появился. Будем надеяться, что при реализации те планы, которые в стратегии заложены, они найдут свое воплощение, и все запланирование послужит на улучшение качества жизни и благосостояния жителей Ненецкого автономного округа. Также народные избранники предложили учесть развитие национальных видов спорта. Еще одно предложение депутатского корпуса разработать стратегию социально-экономического развития муниципальных образований в разрезе сельских поселений округа. Все предложения депутатского корпуса были учтены при доработке стратегии. Депутаты окружного собрания подготовили и утвердили на минувшей сессии обращение в правительство России. Документ касается обеспечения безопасных условий обучения и воспитания детей в образовательных организациях. Только за два предыдущих года в 18 регионах, в школах и колледжах совершено 24 преступления с использованием оружия и взрывных устройств. Ранено 99 человек, погибли 24 человека, из них 12 детей. Всех потрясло жестокое убийство ребенка в детском саду «Сказка», произошедшее в конце октября текущего года в Наринмаре. Во всех случаях нападения на детей образовательной организации, как правило, были оборудованы системами видеонаблюдения, сигнализации, каналами передачи тревожных сообщений. Охрана образовательных организаций осуществлялась охранными организациями, сотрудники которых в экстренной ситуации не смогли оказать нападавшим должного сопротивления. В этой связи депутаты окружного собрания предлагают внести изменения в отдельные нормативные акты Российской Федерации. Первое. Внесение изменений в ряд актов правительства Российской Федерации в части обязательного установления единого стандарта обеспечения безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимся. В частности, предлагается предусмотреть обязательное оборудование зданий и помещений образовательных организаций не только системами видеонаблюдения, но и системами электронных пропусков, установить единый стандарт обеспечения безопасных условий обучения. В связи с недоступностью охранных услуг в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Российской Федерации, невозможностью эффективно функционирования в образовательных организациях, расположенных в таких населенных пунктах канала передачи тревожных сообщений, силу существенной отдаленности подразделений правоохранительных органов от образовательных организаций, предлагается рассмотреть вопрос возможности внесения изменений в распоряжение правительства Российской Федерации 15 мая 2017 года номер 928-Р о перечне объектов, подлежащих обязательной охране войсками Национальной Гвардии Российской Федерации, дополнив существенный перечень объектов объектами Министерства просвещения Российской Федерации и объектами, относящимися в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. Обращение в адрес правительства Российской Федерации было единогласно поддержано депутатами на 18-й очередной сессии. Представитель законодательной власти Ненецкого округа сенатор Римма Галушина выступила в поддержку законопроекта, направленного на изменение порядка накопления ТКО. Речь идет об инициативе окружных парламентариев в части увеличения срока накопления отходов на местах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Документ был рассмотрен на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Предлагается внести изменения в федеральный закон номер 89 ФЗ об отходах производства и потребления с целью снижения транспортной составляющей в структуре стоимости услуги регионального оператора по обращению с отходами при переходе субъектов РФ с 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО. Римма Галушина выступила в поддержку законопроекта и отметила, что вывоз незначительного объема накопленных в течение 11 месяцев твердых коммунальных отходов из мест накопления, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, требует значительных материальных затрат, что в свою очередь ведет к увеличению размера платы за услугу по обращению с ТКО. Кроме того, по ее словам, потребуется законодательно закрепить понятие транспортная доступность, труднодоступные территории и разработать требования к обращению с отходами производства и потребления на таких территориях. Принятие проекта закона позволит субъектам страны поэтапно принять меры для решения проблемы накопления и размещения твердых коммунальных отходов, образующихся в населенных пунктах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечить снижение транспортной составляющей в структуре стоимости услуги регионального оператора по обращению с отходами с 1 января 2020 года. Представители комитета единогласно поддержали внесение соответствующих изменений. Теперь мы рассчитываем на то, что законопроект будет поддержан Государственной Думой и принят в первом чтении, отметила Римма Галушина. В Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов требуется врач-терапевт. Об этом в ходе встречи с депутатами окружного собрания рассказал директор социального учреждения Виктор Синявин. Кроме того, парламентарии обсудили строительство нового здания для дома-интерната и пообщались с его постояльцами. В настоящее время в Думе престарелых и инвалидов проживает 85 человек. Это граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Это единственное учреждение такого типа на территории региона. В штате учреждения предусмотрена ставка врача-терапевта. Впрочем, она остается вакантной. Врачи предпочитают устраиваться на работу в медучреждения, потому что на Дом престарелых федеральная программа государственной поддержки «Земский доктор» не распространяет свое действие. В ходе обсуждения этого вопроса было принято решение предусмотреть меры поддержки врачей, работающих в учреждениях немедицинского профиля на региональном уровне. «Необходимо будет внести небольшие поправки в законопроект для того, чтобы врачи могли не просто сюда приезжать, а оставаться именно для работы в этом учреждении. Это получается так, они переходят в СКОА амбулаторию и учреждения остаются без врача-терапевта». Во время рабочего визита парламентарии осмотрели помещение Дома престарелых и пообщались с постояльцами учреждения. Здесь представители высокого возраста проводят свое свободное время за просмотром фильмов, чтением книг и другими занятиями. «Спортом занимаемся и нас возят в спортивный комплекс. Это там». «А рукоделием занимаетесь?» «Рукоделием занимаемся». «За зимнюю рыбалку, я так понимаю, что вы хотели бы сходить?» «Да когда-то, когда была возможность. Зимняя рыбалка – это отличный вид отдыха. Но у нас пока не получается. Зато летняя рыбалка у нас прекрасна». «А для зимней рыбалки чего не хватает? Теплая одежда?» «Да нет, это не теплая одежда. Но все-таки надо рыбное место, а до рыбного места далеко отсюда. Транспорт. Транспорт нужен. Буран хотя бы один на всех». Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов располагается в трехэтажном кирпичном здании 90-х годов постройки. Существующих помещений сегодня уже не хватает. Поэтому идет активное обсуждение строительства нового здания. «Сейчас у нас департаментно-интернат еще раз прорабатываем вопрос по земельному участку, потому что есть ограниченность земельного участка, а у нас ограниченного времени. Мы до 15 января 2021 года должны подать бюджетную заявку для включения строительства дома-интерната в федеральную общественную программу. В бюджете федерального средства уже предусмотрено на 2022 год. Федеральных средств 350 миллионов. И в 2023 году будет завершение строительства. И по концепции должны быть общественные места. То есть выбирая сейчас застройку, мы должны максимально выбрать место там, где будут рядом разные общественные места». По словам Сергея Сверидова, планируется предусмотреть в 2020 году средства на проектирование здания нового дома-интерната на 100 мест. Молодежная палата при собрании депутатов НАУ подвела итоги работы и наметила планы на будущее. В том числе решила о возможности проведения благотворительного аукциона. На него планируется выставить работы творческого конкурса рисунков «Мой любимый северный край» и фотоконкурса «Арктика в объективе», которые состоялись в рамках празднования 25-летия собрания депутатов Ненецкого округа. На конкурсы поступило более 100 работ из Наридмара, поселка Искателей и 10 населенных пунктов. Вырученные за творческие работы деньги пойдут на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или которым нужна помощь в лечении. Также на заседание председатель молодежной палаты Владимир Абрамов представил краткий отчет о деятельности организации за год. За этот период ребята провели 19 и приняли участие в более чем 20 мероприятиях. В течение года проводилась работа с трудными подростками Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Подписаны соглашения о сотрудничестве с открытой молодежной администрацией Ненецкого округа и сибирским землячеством в Санкт-Петербурге. Как подчеркнул Владимир Абрамов, молодежная палата была инициатором внесения изменений в закон округа об образовании в Ненецком округе. В новой редакции предусмотрена ежемесячная компенсация расходов по найму жилого помещения за счет средств бюджета педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций. В ближайших планах выезда в муниципальное образование встречи с сельской молодежью. Этнокультурный центр и клуб земляков «Нау» провели традиционный праздник национальных и территориальных землячеств «Жить здорово», посвященный Году здоровья в Ненецком округе. Во Дворце культуры Арктика для жителей и гостей города организовали краеведческие площадки, на которых рассказывали о людях, посвятивших себя медицине, спорту и здоровому образу жизни, а также о свойствах целебных трав, ягод и овощей. Кроме того, творческие коллективы и участники землячеств выступили со своими номерами. Окружная депутат Наталья Кордакова отметила, что такие мероприятия нужно проводить чаще и приглашать на них больше молодежи. Очень важно проводить такие праздники. Они объединяют, да, они объединяют не только тех людей, которые с одного места вот родом, да, они объединяют всех нас вместе. Несмотря на то, что мы родились там в Чувашии, в Ненецком автономном округе или еще где-то в другом, это за пределами России, мы должны быть все вместе для того, чтобы у нас единая Россия была. А когда мы будем едины, мы тогда будем непобедимы. Я считаю, что это абсолютно правильно. Депутата окружного собрания Татьяна Федорова поддержала коллегу, отметив, что сегодня очень важно сохранять культуру и традиции предков. Мы стоим у истоков создания нашего земляческого чувашского народа. Мы достаточно часто встречаемся, но и проведение таких мероприятий, конечно, приветствуем. Это объединяет людей. Россия у нас одна, народы разные, цели у нас одна, одни, чтобы жизнь стала на нашей родной земле, краше, лучше, чище. Праздник земляческих проводится в регионе уже более 10 лет. В этом году мероприятие объединило 17 национальных и территориальных земляческих Ненецкого округа. По данным Федеральной службы государственной статистики, в НАУ проживают представители 75 национальностей. Из них самые многочисленные русские, ненцы, коми, украинцы, белорусы, татары и азербайджанцы. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. До встречи в эфире на следующей неделе.